Стоять! Смотри! Вот это часы! Это часовая стрелка, а это минутная. Часовая показывает сколько сейчас часов, а минутная сколько минут. Знала об этом? Знала. А такое ощущение, что нет. Опоздать три раза за неделю, как это возможно? Мне просто фен сломался и... Вот это оправдание. А за три дня ты не могла найти новый. Нет, я понимаю, если бы ты не могла найти фен до того, как Алиса научилась это делать за тебя. А что Алиса научилась делать? Алиса, где дешевле фен? Обыскала весь интернет. Вот лучшие цены. Лучшие цены? Да. Она сравнивает цены в разных интернет-магазинах и маркетплейсах и показывает, где дешевле. Это прямо в приложении Яндекс. Да? Где же еще? У тебя скачано? Да. Так а в чем проблема? Давай заказывай. Ай, вот еще. На, держи. Да у меня есть. Они не ходят. Что нужно сделать? Алиса? Где дешевле настенные часы? Обыскала весь интернет. Вот лучшие цены. Всем привет! Я Дарья Милохин. Это Айм Катюша. И мы сейчас на шоу «Ты меня знаешь» и сегодня мы узнаем, насколько хорошо мы друг друга знаем или насколько плохо. На свой факт я первый. Я первая. Где мы с тобой познакомились? Это было «Архитектора Райда-3». Давай так. Ну, это мой адрес. А ваш адрес прям вниз по дороге. Да, рядом. В одном поселке. Было легко. Мой любимый фильм. Это очень. Про эйфорию. Сериал. Давай фильм скажем. Ты что, шутишь? Я каждый раз тебе говорю. Фильм? Да, фильм. Фильм. Каждый раз ты это говоришь. Каждый раз ты говоришь. Мы его пересматривали еще. А, ну это мультик. Ты шутишь? Это... Я не помню, честно. Гарри Поттер. Я ненавижу Гарри Поттера. Ну что мы пересматриваем? Пила, пила. А, конечно, конечно. Пожалуйста, запускай. Я забыл, я забыл, прости, да. Ну прикольно, да, я знал, я знал, честно. Мой любимый фильм. Пила. Как ты догадываешься? Я все о тебе знаю. Что я люблю делать в свободное время? Снимать тиктоки. Краситься, краситься. Я не знаю. Пить кофе, айс-американа. Ну, блин, тут, знаешь, что называть... Снимать спортом. Что называть свободным временем, типа. Ну, свободным временем, как ты. Да, все, что ты перечислил, я люблю делать в этом. Вот, на самом деле, ничего супер одного и нет. За какой поступок мне стыдно? За то, что ты... Хотела роман с Кридом. Это неправда. За то, что... Ты, знаешь, не, мне за это не стыдно. Ну, я знаю, понял. Да, конечно. Ну, да. За то, что ты не написал... Тетя Оли. Может быть. Да. Хорошо. Мой любимый тиктокер? Егор Крид. Неправда. Я знаю. Не Ваня, а... Да, другая, другая девчонка. Я не помню. Эдисон. Эдисон Рэй. На Эн? На Эй. А, я думал, на Эн. Эдисон. Давай. А, как зовут мою маму? Ой. Откуда мне знать? Хорошо, что у тебя не будет такой вопрос. Хорошо, что у меня не будет такой вопрос. А знаешь, как зовут моя мама? Я, кстати, не знал до 13-ти тоже. Давай, а... Давай скажем... Какого у тебя отчества? А, это отец. Давай будет... Людмила. Это моя бабушка. Я просто перепутал, знаешь... Аня. Буква Н есть? Настя. Нина. Нина. Что за имя? На Н, на Н. Давай, женский НННН. НО. На... Наташа. Да. Наташа. Мам, привет. Привет, мам. Что меня бесит в тебе? Что я, когда иду какать, и я играю в Бравл Старс долго. Нет. Нет? Что я играю в Человек-паука, и ты тоже ненавидишь? Нет. Конечно, нет. Что я... Что я тебя ненавижу? Нет. Другое. Что я такой красивый? Тоже не. Что я не знаю имя твоей матери. Ну, это как бы одновременно и хорошо, и плохо. Что ты такой вот, ну... У тебя нет какого-то, не знаю, даже не четкого графика. Ну, знаешь, ты такой вот весь. Бук. Раз... Да, это одновременно плюс и минус. Выбеки тимоты? Окей. Это... Ну, я переведу просто в пикбл. Это... Тире Балагун. Моё любимое блюдо. Айс-американа. Нет, это панельпиты. Окей, блюдо. Это... Ну, покажи хотя бы руками. Картошка фри. Да, точно. Я думала, что ничего тебе не даст. Кто из твоих друзей парней, мне нравится? Егор Крид, давай будем перечислять. Егор, заткнись. Нет, да не нравится. Заткнись. Егор Крид. Пошлой Молли. Он не мой друг. А мой друг? Можно я его считать моим другом? Нет. Ладно. Выбираем его. Платон молодой. Молодой Платон. Отвечать нужно? Юджин, Юджин, Юджин. Нет, вообще-то что? Ну, в плане, он не нравится как человек, но вот как парень, ну... У тебя есть еще друзья какие-то? У меня больше друзей нет. Давай скажем, не коглай. Ну ладно, давай, ну никто. Да, да, не знаю даже. Ну, типа все понемножку. Ну, конечно же, тут я есть. Нет, все понемножку. Какой момент из проведенных вместе для меня самозапоминающийся? Это надо к себе задать такой вопрос. Я такая так, ну... Нет, ну правда, я не знаю. Расскажем кладбище. Да, это правда. Кладбище. Ну, это... Кладбище... Место... Место, где мы с Екатериной первый раз провели вместе. Типа... Ну, прикольно, не знаю, это был... Это был Хэллоуин. Хэллоуин. Да, это был Хэллоуин. Это был Хэллоуин, и... Я такой, типа, пыхли на кладбище. Да, это я предложила. Ты. И причем я это в кинула, я думала, ну, типа, скажет мне, там, зачем... Мразь и вонючая. Да, это начинает обзываться, как обычно. То есть, я думаю, будет так, а он такой, да, поехали. Мы поехали на кладбище, и там... Гуляли, вот. Гуляли, вот. Дальше. А все, конец. А все, конец. Мне игоршип, давайте послушаем сообщение игоршипа. Жай, блядь. Жиба, молчай. Так, вопросы. Женя скидывал, да, мне? Какая-то Савка у меня на телефоне? Аниме-девочка, которая тебе поставила, не как лайк. Какая-то, типа, аниме, я не знаю. Мне кажется, она вообще... Она знать будет все. У меня это в энциклопедии, и тут, знаешь, что... Как я проявил к тебе симпатию? Ну, как это может почувствовало первый раз, там, что вот, ну, такая... Ну, что-то он, видимо, что-то хочет от меня. Ну, да, что-то такое. Не, ну, это было, когда мы ехали с Синстриной в машине, и мы сидели на одном... И так получилось, что мы сидели на одном сиденье, и все, и мы поняли. Я понял, главное, она понимает. Больше ничего знать не нужно. Вам рассказывать, мы ничего не хотим. А там ничего и не было. А там ничего и не было. Когда у меня день рождения? О, декабря. 6-го декабря. Еще раз, когда у меня день рождения? Ну, 6-го декабря. Еще раз. 6-го декабря. Я думал, ты передумаешь, ты бы и поставишь другой клин. Ладно. Ну, ты вот не знаешь, когда у меня день рождения, кстати, это правда. Я не знаю, и чё. Он, знаешь, ты помнишь, что-то мне недавно спросил? Чё? А день рождения уже было или будет так? Так, кстати, да. А кто тебе день рождения? 14 января. 14 января. А, он прошел уже. А мы были на том день рождения? Ты даже дай меня поздравлял. Коля в этом день сломал руку. А ты так запомнишь? О, ужасно. Да, прям в эту ночь. Прям в эту ночь. Самый ужасный день. Спасибо. Давай, назови моего самого близкого друга. Я тоже не знаю, но... Дима и Саша. Это мои водители, мои водители, да. Это Дима и Саша, мои самые лучшие друзья, самые верные друзья, которые не брось меня в виде, они постоянно со мной, они... Они мои друзья. Они разговаривают с... Они общаются со мной по разным темам, да. Короче, люблю их. Прикольный вопрос. Каких, в каких трусах я сегодня? Может, ну... Ты не угадаешь, скорее всего, потому что не знаешь. Хиллфигры нет. Нет, еще можно к ним. Давай, у тебя будет три попытки. Давай, у тебя будет три попытки. Начинаем же три выпадки, да. Может быть, это с печеньками? Все, темно-синимые. Нет, какие еще есть. Сказку. Это, типа, большие или нет? Не широкие. Не знаю вообще. Лакостус? Нет. Не с крокодильчиком? Я не знаю, правда. Сказать? Да. С мишками, которые, ну... А, блин. Окей. Я про них бы не подумала, честно. Очень хорошие вопросы. Ты можешь, знаешь, как... А, ты можешь сказать имя, но объяснять, кто это, нет смысла. Кому я тебя виновал в последний раз? Последний был, когда я думаю? Ну да. Прямо имя говорить? Ну да. Юра? Да. Знаешь, Юра, это вообще человек, это кто? Я потом тебе скажу, кто это, и ты. Это даже не мой друг. Ну, блин, это было так странно. Я тоже не поняла, честно. Да, блин, это потому что... Это твои какие-то... Да, я еще в то время такой был, что я не спал, я мало спал, я плохо ел. И вот на этом у меня еще и как будто бы не хватало внимания какого-то. Я вижу, что они там... Мы идем в компанию, а я не люблю, когда в компании мы как-то с ней контактим, ну, как-то контактим, как будто мы вместе. Я не люблю такое, и она знает, и я знаю, она отходит и общается с ним. Да, можно я скажу, самое интересное, что, типа, я знаю, что ты это не любишь, именно поэтому я думаю так, ну что мне, я же не пойду одна. Ну, пойду с кем-то, типа, там, просто пообщаюсь. И да, и... То есть, если бы я знала, конечно бы, ну, мне было вообще все равно... Ладно, всем все равно, дальше. Да. Почему я отписался от Тимура Сорокина? Это вопрос тебе. Отвечай сначала ты, потом узнаем. Давай, самый... Как... Самый легкий ответ, который он мог бы... Из-за Юлии Гаврильевны. Вау. Ммм, интересный ответ. Весь прикол в том, что я сам не знаю, друзья мои, дорогие мои, друзья. В какой-то момент я просто увидел новость. А не Молохин писался от Тимура Сорокина. Это Тим, это Тим, эту новость написал, он расстроился. А, да? Он хотел с тобой гружить. Откуда я, Тим, откуда я знал, что я на тебя не подписывал? Это было шутко, кстати. А, я не написал? Нет, просто, бро, я по факту, я не знал. Я даже не видел, что я на тебя не подписан, и это не какая-то обиды на тебя. Не было никакой обиды, я тебя люблю. Ну, я не подпишусь, ты уж милен, тебя искать. А, в каком городе я родился? В Гренбурге. Ну, вот, прикольный вопрос тоже. Какой самый дорогой подарок я тебе дарил? Кстати, я не помню дорогих подарков. А, телефон. Да. Это не подарок, это какая-то необходимость даже больше была, потому что он не сломался, он не сломался телефон, мы были в Дубае. Мы были в Дубае. И вообще он не работал, просто перестал работать, просто выключился. Почему-то мы заряжали, заряжали, и все, и это даже, ну ладно, да. Да, пусть будет он. Что меня легко может вывести из себя? Голд. А из тебя? Давай. Да, голод, да. Не поедание еды. Я думаю, да, голод самая. Если я вспомню каждый раз, когда ты какой-то вот не такой, это если ты голодный, все остальное как-то нормально. Когда я сытый, жизни прекрасно. Люди, больше кушайте. Сколько стран я посетил? Три. Одну. Дубай. Кстати, только Дубай. Реально? Дубай. Дубай. Ну, утренний был в аэропорту. Второй раунд. Откровенные вопросы. Какое у тебя было мнение обо мне на первой встрече? А, первой встрече можно считать, когда я к тебе подходила, чтобы ты записала видео «Привет моей сестре». Короче, это было в цветном. Значит, я не хотела подходить, потому что, я не знаю, мне прям жестко так трясло. Потому что я волновалась. И это было такое приятное впечатление, что ты такой, да, конечно, давай там, ты спросила, сколько. Я даже растерялась от того, насколько ты был открыт такой тип. А потому что еще, если я вижу красиво, чуваки, честно скажу, если я вижу красивую девочку, которая подходит ко мне, сразу, почему-то у меня включается штука, что я не могу с ней быстро так, типа, сводкаться и уйти. Я у меня почему-то начинается, типа, да, а сколько ей летом? Да, да, это было очень, да. Да, я прям, я расслабилась и прям в секунду же я такая, типа. Теперь я отвечаю на этот вопрос. Да? Первая встреча с тобой. Но это мой шаг, да, фулхаус. Поэтому, да, фулхаусе. Какая ты? Да не знаю, какая ты, ну, такая же, какая была в ТикТоке, что ли, не знаю. Ну, ты, конечно, была поспокойнее немного, чем потом, когда мы познакомились. Ты такая, ходила, что-то тебе такая, стесняшка немного такая. Ну, да, конечно, блин, ты прикинь, как это было? Ну, за меня это было очень. Какую самую безумную вещь ты пробовала и хотел или хотела бы попробовать? Бан, ну, вот этот вот прыжок в скайпарке. Ты хотела бы попробовать его? Да, помнишь, когда мы тогда, ну, встретились и так, я не пробовала. Ты бы больше испугалась прыгнуть? Я не испугалась прыгнуть, у нас была типа супер, все сжато по времени. Но приставив себя на 270 метров над пропастью. Я вообще не, я была там, Саша Ди Каприо прыгал, я просто думала, что я вот прям там, у меня просто там жесть была. Я вообще не понимала, что происходит, и как он зачем туда пошел, его щит толкнули. Я думала. Он, наверное, боялся очень. Конечно, да, да, да. Я видела, как ты прыгнул, поэтому тут даже. Ну, это вообще, я тоже, я скажу, я очень красиво прыгнул. Я тоже, я скажу, если бы ты сейчас не сказала про это банджо, я бы не сказал, не вспомнил про нее, но я скажу, что это самое жесткое, что я когда-либо, я вообще офигел. Просто ты понимаешь, что если ты сейчас не прыгнешь, ты будешь дальше бояться и бояться, бояться и бояться. Там уже невозможно прыгнуть, там люди стоят на тебя, смотрят такие, давай, давай, давай. И ты пообещал чуваку прыгнуть красиво, потому что у тебя единственный прыжок, потом еще нужно заново подниматься, все это проходить. Этот чувак, он офигенный, он нас потом звал, типа, там, меня, Саша, давайте соберемся, куда-то пойдем, он прям очень крутой. Тебя вызвал просто, ладно, давай. Хотел бы попробовать. А, хотел бы попробовать, да, хотел бы попробовать парашют. Честно, я хочу лицензию с прыжка... Парашютист. Для прыжков с парашюта, чтобы я в любой стране мог прыгнуть или там контракт с Red Bull. Чуваки, это очень, очень круто. Когда ты последний раз волновался и почему? Мы сегодня снимали шоу «Девять панчик», где мы с Янгером давали друг другу леща за неправильные ответы и за правильные ответы. И ты волновался? Очень, да, я вообще, я очень, потому что, во-первых, я ему даю леща, а я не люблю бить людей, это вообще плюс мой друг. Во-вторых, он мне дает леща, а если я ему даю сильно, значит, он мне тоже будет давать сильно, а не сильно давать бесполезно. То есть нет смысла не бить сильно друг друга. Да, очень было неприятно. Там рыба, прикинь, я вот эту тухлую, ой, фу, не тухлая, а просто рыба, она воняет. Прям рыбы? Огромная рыба. Леща? Да, и тортом у меня, конечно, да. Неприятно. А когда я в последний раз волновалась? Сегодня в машине. На самом деле, да, сегодня пока я ехала сюда, потому что я даже не знаю, чем было вызвано, как будто это волнение. Колодом. Это когда у тебя есть определенный план в голове, что ты собираешься сделать, и как только что-то идет не так, ты такой, как? Поэтому не строить, не супер, не надо строить планы, чуваки, ну просто вот кайфуете, понимаете, что это будет, это будет, это будет. Как оно случится? Не нужно прям. Да. Офиши мое тело тремя словами. Спортивная, красивая, функциональная. Ну типа, охуенно. Да. Я теперь твое. Мягкая, спортивная и красивая. Такими с тобой не лыться, ты знаешь. Так, твоя самая любимая история, связанная со мной. Ну мне сон, помню, приснился, как мы от зомби бегали. Вот это прикольная история, да. Я даже в реальности. Прикольная история, да, мы в школе были, куча зомби, мы бегали, убивали. Это сон, кстати. Тебе убили, кстати, да. А, ну поэтому это самое приятное. Это самое приятное. Самое приятное. Я в Дубае и было круто. Было круто в Дубае. Если честно, я не знаю, как бы я там не нервничал, не говорил, что меня ненавижу. Да, мне казалось тебе вообще не ненавижу. Нет, было прикольно. Чем то, что вот своими там братьями, ну прикольно, сестрами. Круто, можем как спрятались от этого. Короче, было прикольно. Да, да, было прикольно. Так, а моя любимая история, связанная с тобой, нененавидимая, правильно? А любимая? Да, то, что ты ненавидишь, а да. Сейчас подумай, подожди. Нет, долго думать нельзя, если нет ничего, значит тебе хуйню. Нет, нет, нет. Просто многое. Далее фразу. Да нет, дай мне сказать, пожалуйста. Давай. Наверное, когда мы поехали кататься на чуть на коньках, мы просто дать пообщались. Было здорово так, было приятно. Да, я позвал тебя всех ребят на каток, но хотел поехать с ней. Это был первый раз, когда ты, ну, написал, в принципе. Я бы задевал во всех, потому что я как мог тебе написать. Нет, ты сначала написал, типа, go на каток, и там через полчасика, типа, ну, зови ребят, кого хочешь. Я такая, не хочу, Николас. Как бы мы катались... Зачем ты мне это написал? Как бы мы катались... Нет, я могла, знаешь, сделать, ой, никто не захотел поехать. Прости. Рыса. Это было бы круче. Продолжи фразу. Продолжи фразу. Со мной лучше не шутить о... Ну, не о чем. Да, нет такого. На самом деле, да, и про мамку прикольно, и про Юльку прикольно. Ну, типа, что самое такое может быть? Продолжи фразу. Со мной лучше не шутить о... Ооо? Так это ты отвечаешь. Ладно, а Юле? Ооо... А все? Да нет. Ну... Хорошо. Да вроде все, нет? Да, хорошо. О чем еще? А... О том, что ты... Ну, типа... Я не могу сказать, жирная. Ну, ты не жирная. Ну, я про то, что... Ты поняла меня, нет? К сожалению... Да, сейчас... Поехали. Самое яркое воспоминание из детства. Мое? Так, ну, мое яркое воспоминание из детства... Я на днях как раз, кстати, говорила. То, что когда я типа с папой там ходила, ела, он меня там брал на выходные, вот так вот. Отец? Да, отец. Ага. Мое самое яркое воспоминание из детства... Лагеря, детские лагеря, когда мы в детский дом ездили в лагеря. Это было очень круто. Там каждый лагерь, первая любовь, каждый лагерь, ну, новая любовь. Каждый лагерь первый. Каждый раз, да. И мы думаем, что мы все будем общаться постоянно. Нет, не х**, мы все занимаемся. У нас нет телефонов, как минимум. Мы не знаем, где мы будем общаться, да. Я думаю, лагеря. Очень круто было. Такс. Кто был твоей первой любовью? Ты. Неправда. Я. Первой любовью... Я помню, девочки в лагере написал песню, которую я помню до сих пор. Ну, нифигашки, это очень дожище. Ни, песню, там, что растишь я. Я тебя люблю так сердечно, эта любовь останется навечно, я тебя никогда не забуду, я тебя любить вечно буду. Нифига, конечно. Я бы тоже, ну... Это, да, это прям... Я даже помню, я помню, после лагеря я искал в городе, мы гуляли в городе, я знал, что она живет в Оренбурге, когда мы просто толпой гуляли, я искал глазами девочку похожую, типа, на нее, или ее прямо искал, да. Ты очень мило. Так, кто был моей первой любовью? Ммм... Егор Крит? Я... Препетный Егор. Он просто думает, да-да. Нет? Почему я за что-то... Нет, это, я думаю, был... Я не знаю, конечно, была ли это любовь, но я точно могу сказать, что это были очень ужасные чувства, когда я рассталась с этим парнем, типа, мне было 14. Ему было 28. Это мой отец. 27. 27 было ему? Серье? А, Критика. А, Критика. Давай-давай. Ничего, блин, ну он был чуть на два года постарше меня, был очень у меня грустным. Парень из Росова. Да, да. Был секс с ним? Нет. Сука. Да. Да. Да, отвечай. Да. Да, сука, ну нет. Ты уже и слышала мой отец. Ну ладно, да, конечно. Сразу. Да. Да. А, блядь. Почему? Что такое? Да? Что отправляли? Направлял уже ты мне. Я тебе отправлял. Нет? Да? Ты ужасен, Даня. Я просто знаю. Что ты хочешь соврать аудитории? Вообще соврать? Соврать ему? Посмотри на него. Ему соврать нельзя. Не волнуйся, я все скажу. Саша Стоун. Саша Стоун, конечно. Саша Стоун. В хорошем смысле. Я в хорошем. Не знаю, Саша Стоун. Валь, Валь. Валь. Не, на самом деле сейчас все круто. Я вижу, как они круто. Да, я тоже вчера посмотрела миллион видео и у нас каждый это тяжело будет заканяться. Просто когда они начинали... Просто когда они начинали встречаться, я прям вообще, я такой, блин, Валечка, пожалуйста. Ну, я вчера просто влюбилась. А я вчера посмотрела видео некоторые и я просто это так... А я круто, да. Они такие прям... Я очень, я была очень рада. Я прям... Если вас будут дети, я готов стать окрестом отцом вашего ребенка. Это огромная честь будет для него. Продолжаем. Даня? Я сама... Я... Блин. Я типа... Я главнее. Я главнее. Конечно. Я мужик. Аж телефончик подлетел. Ну да. Не знаю, как это главнее. Да. Может просто... Ну, как если там решать, куда поехать есть, то больше решаю я там. Да. Да. Мы советуем, конечно, но мне поставить на ее мнение... Именно поэтому... Я даже... Я даже не могу сказать об этом. Ну, что, почему бы не сказать? Или сказать? Или не сказать? Это я. Сказать. Я все это шоу. Я много кому показывал ее тиктоке такой, типа, вау, смотри, какая она крутая. Да. Типа, вау, супер, да? Прикольно. Блин. Ну, для меня почему-то вообще так не работает. Я могу показывать, но я как-то этого человека не могу сказать, что он мне симпатичен. То есть, я могу просто показывать его тиктоке. Я все знал. Понятно. Как будто бы. Ну, потому что ты главнее, наверное. Да. Потому что я все-таки альфа-самец. Всем спасибо за просмотр данного видео. С вами была Катя. Даня. И Даня. Подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал. Вот он в описании. Пишите в комментариях, кого вы хотели видеть следующего. Пожалуйста, пишите Валю и Сашу. Мы очень хотим увидеть. Увидите Валю и Сашу вместе здесь, да.